Сотни заинтересованных людей собрал первый в Австралии саммит по маркетингу, прошедший в прошлое воскресенье в Сидней. Открыл мероприятие посол Российской Федерации Григорий Семенович Логвинов. Впервые встречаюсь с новым поколением русских австралийцев. Людьми молодыми, образованными, даже скажу, очень хорошо образованными, энергичными, полными сил, которые себя хотят реализовать. Сегодняшний семинар, событие, или как его назвали, саммит, событие действительно неординарное, скажу, даже знаковое. Если все это удастся перевести на постоянную основу, создав постоянно действующий институт, который будет оказывать помощь тем молодым россиянам с образованием, с амбициями, в положительном смысле слова, со способностями реализовать себя на зеленом континенте, это будет очень здорово. Мероприятие проходит под эгидой Совета Российских Сотечественников в Австралии. Это уже новая ипостась, я хочу сказать, новое качество работы Совета, потому что до этого все-таки, не знаю, может Ирина Симоньян со мной не согласится, но все-таки работа Совета больше концентрировалась в плоскости культурно-просветительской, скажем так. Теперь мы уже видим, что работа Совета начинает наполняться реальным практическим содержанием. Как посол я не могу не обойтись без, так сказать, крупных политических мазков. Конечно, сейчас австралийско-российские отношения выходят из периода, когда доминировали негативные эмоции, общее раздражение. Они приобретают ровный характер, даже с известным намеком на возможность позитивного тренда. Ну, однако, торгово-экономические отношения по-прежнему идут вниз. За прошлый год мы, дай бог, едва-едва вышли на полмиллиарда долларов, что, конечно, для таких стран, как Австралия и Россия, было бы просто смешно, если бы не было так грустно. Пока трудно говорить о том, чтобы мы начали реанимировать межгосударственную торговлю. И в этих обстоятельствах, конечно, от бизнеса, от частного предпринимательства очень многое зависит. Так или иначе, правительства, во-первых, они, естественно, подвластны политической конъюнтурой. Во-вторых, правительство видит всё в других масштабах. Знаете, это как карта разного масштаба. Правительство – карта огромного масштаба, где мелочи не замечаются, видны только крупные объекты. В то время как бизнес, частный бизнес, частное предпринимательство замечает каждую малую нишу, где можно начинать работать. И было бы очень отрадно, если бы вот этот форум был. И больше того, именно вы, как люди, делающие бизнес, желающие делать бизнес, желающие заниматься предпринимательством на зелёном континенте, тоже внесли свою лепту в постепенном продвижении российско-австралийских коммерческих, финансовых, инвестиционных и прочих связей. В зале практически не было свободных мест. В этот день участникам предстояла насыщенная программа. Лучшие русскоязычные спикеры давали мастер-классы, помогали генерировать новые идеи. Присутствующей аудитории были представлены реальные советы по бизнесу, практические кейсы от практиков, которые поделились своими личными наработками, открыли секреты своего успеха и рассказали об ошибках, которые можно избежать. Все доходы, полученные с продажи билетов на саммит по маркетингу, будут перечислены в помощь детям, страдающим ДЦП, проживающим в городе Чита.